Добрый день дорогие друзья вы на телеканале ТОН ТВ меня зовут Александр Вальдман а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательные гости публицист Давид Шехтер и журналист Марк Горин добрый день друзья нас сегодня объединил в этой студии на мой взгляд абсолютно талантливый человек как бы кто к нему не относился зовут его Дональд Трамп кандидат президенты Соединенных Штатов от республиканской партии многие в я думаю в нашей администрации премьер-министра вздохнули с облегчением когда буквально за час до начала нашей программы выяснилось до записи нашей программы выяснилось что Трамп в Израиль все-таки не приедет его встреча с премьер-министром не состоится Давид а чего бояться то было? А нечего было бояться потому что знаете Америка страна очень большая и люди там очень многие их не интересуют то что происходит за ее пределами поэтому президентские выборы они всегда как правило основная их тема это внутренние американские проблемы там проблемы с медицинской страховкой с экономикой вспомним как наиболее такую блестящую победу одержал Клинтон который дал своей компании лозунг это экономика дурачок Дукакеса просто по-моему жестер и выиграл и поэтому как бы пример кандидатам на пост президента позволяется американцами говорить всякие разные глупости пока я свою некомпетентность скажем вот представьте себе если бы на предубранной гонке один из лидеров израильской партии сказал бы что когда я выиграю выборы и стану премьер-министром то я установлю хорошее отношение с президентом Соединенных Штатов Ангелой Меркель его стерли бы в порошок здесь пусто а у американских кандидат такое достаточно часто случается потому что нам где-то Меркель а там что это но тем не менее все таки им важно продемонстрировать что они понимают как нужно делать политику внешнюю потому что внешняя политика это это прератива президента как это сделать они как правило очень часто ездят с визитами заграничными куда страны союзники в Европу я помню и в Израиль и их здесь у нас всегда принимают ну просто с распространенными объятиями потому что как бы понятно если ты такого человека откажешься принимать то это будет явное вмешательство в американскую внутреннюю политику то есть мы выражаем свою точку зрения по поводу конкретного кандидата на пост президента этого мы делать не имеем права а во-вторых а вдруг он выиграет ну никто же этого не знает я помню как Джордж Буш младший сюда приехал он считался аппоутсайдером поскольку он шел против Алгора вице-президента двухкаденции успешно Клинтона и думали что он получит на блюдечке с голубой каемочкой получит президентство поэтому его конечно приняли так это не очень тот кто его здесь принимал и возил был Юлий Эдельштейн поскольку у Эдельштейна очень тесная связь с Бушем когда Эдельштейн как узник сегодня сидел в тюрьме то Лора и Джордж Бурс занимались борьбой за его освобождение поэтому когда они сюда приехали то естественно встретились и Эдельштейн его повозил по Иудее и Сумрии и показал ему из окна машины все эти вещи поэтому Буш проникся и когда Шарон был премьер-министром он позволял Шарону делать все что тот хотел здесь в Бюде из Сумрии кстати Обама тоже когда был здесь куда его взяли взяли в здоровье показали ему этот музей с такими остатками жакет и он тоже проникся и после этого что он сделал он дал миллиард долларов на разработку железного купола то есть стоило его ввозить здорово поэтому нельзя ни к одному кандидату в президенты относиться как бы с недостаточным уважением поэтому в Израиле действительно всех принимают хорошо и Натаниаку правильно я сказала что я приму Трампа я против этих заявлений против мусульман я его приму это был верный шаг и кстати говоря еще одним доказательством то что это был верный шаг это было то что глава НДИ Либерман который год уже дал когда он не ушел в коалицию но по любому поводу Натаниаку текует сегодня он выступил и сказал что да Натаниаку сделал верно я в этом смысле поддерживаю и потому что ну действительно Либерман ответственный политик который думает не о мелких партийных но Либерман и газовое соглашение поддержал что он ответственный политик который интересует интересы страны он как бывший министр страны он понимает что в этой ситуации отказать кандидату премьер-мире невозможно и он это выразил публично так что если бы он приехал его бы приняли он не приехал ну что ж баба с этот способ были легче он не поставил бы нашего тюмера в сложную ситуацию но это не меняет принцип принцип стоит в том что любого кандидата президента Соединенных Штатов мы испринимаем с абсолютными объятиями Марик у меня к тебе вопрос такого плана Дональд Трамп до своего до отмена своего визита к нам в страну говорил о том что приехав в Израиль обязательно посетит храмовую гору скажи пожалуйста это вызвало бы некий переполох в арабских странах на твой взгляд думаю что вызвало бы думаю вообще как бы мне неудобно в присутствии А могли бы ему запретить вообще комментировать тематику связанную с храмовой гору я просто не настолько компетентен в этой непростой скажем так тематике истории нашего народа и нашей религии запретить кто ее может запретить как то власти израильские власти могут запретить ну наверное наверное могли бы хотя он не еврей он не еврей он может турист и турист да совершенно верно понимаете какая штука да я думаю что как бы как туристу если бы он там не молился иудейским богам да я думаю что арабам бы это конечно не понравилось ну и бог честно говоря с ними или не бог или их не бог с ними но я хочу сказать о другом понимаете какая штука и вообще мне очень нравится когда у меня есть возможность согласиться с Давидом действительно Америка страна очень большая значит я соглашусь да 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 правда мне показалось что Дукакис который ты упомянул он все-таки был кандидатом не при Клинтоне а при Буша старше ну не важно это не имеет никакого значения да я другом и согласие с тем что кандидатов в президенты Соединенных Штатов надо принимать наверное любого наверное я не очень думал на эти вопросы но наверное любого другое дело что я прошу прощения что во первых он еще я добавлю да извини что тебя перебиваю ты сказал любого мы должны принимать а если это будет кандидат который в отличие от Трампа наоборот скажет не нужно принимать евреев но он кандидат в президент мы его принимаем с распростертыми объятиями наверное нет хотя я не верю что кандидат в президенты Соединенных Штатов скажет что-нибудь подобное ну у них в истории были мы потом еще поговорим нет кандидатом в президенты насколько они может быть голодолатер не помню но у него кандидата в президенты не важно а если будут настолько одиозно что это не имело значения Рузвельт не хочешь? Рузвельт это был очень давно и по другому поводу извини что перебил да я все таки хочу по поводу Трампа насчет талантливого человека ну я думаю что человек создал в состоянии 10 миллиардов долларов он безусловно неординарных способностей человек а вот что касается его талант то я опять таки не об этом не думал но раз это прозвучало не уверен нет ли в слове талант нравственной составляющей может быть и есть надо говорить с философией вот все очень в русском языке так тут не все однозначно теперь смотрите мы страна я не готов выслушать справедливую критику после своих слов все таки мы страна в которой мусульманское население составляет думаю больше десяти процентов двадцать процентов двадцать двадцать я не рисовал сказать двадцать ну да пусть будет двадцать раз вам так нравится миллион восьмисот тысяч ну да 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 окей тем более тем более и в эту страну едет популярный в определенных кругах политик после известных заявлений ну я думаю наши зрители знают о чем речь что он сказал что не надо пускать мусульман в Соединенные Штаты он пояснил почему он пояснил почему он не просто сказал он пояснил почему он пояснил почему и привел очень жгучую серьезную острую статистику верную статистику я все понимаю я даже не говорю что я готов с ним спорить по поводу свинных что это его страна пусть он с ней сам разбирается а вот что касается моей страны в которой я живу едет политик после такой фразы что он там объяснил это ее педагоги отношения с американским народом после такой фразы в страну где двадцать процентов мусульманского населения скажем так ну еще раз хочу подчеркнуть что это все-таки не кандидат в президенты а кандидат в кандидаты а что касается его визита то конечно принимать кандидатов в президенты надо но в данном конкретном случае можно было бы ну как-то мягко довести до него через международные каналы что уже раз он произнес такую фразу то без обид после такой фразы в страну где двадцать процентов мусульманского населения я допускаю что вполне возможно ему по тайным каналам это и педагоги я должен сказать что так благополучно завершилось с одной стороны вы не отказали с другой стороны дали понять что да ну так раз уж ты такое сказал слово не воробей получается опять пошли на поводу у арабов нет мы пошли не на поводу у арабов мы пошли на поводу нет но отец госпожи липен сегодня очень популярная политика франции еще не буду комментировать как бы моменты популярность но ее отец был откровенным антисемитом то есть являясь он жив он есть был в самом смысле что ему приняли определенные высказывания по этому поводу и вдруг он стал кандидатом реальным кандидатом в президенты франции его приняли допустим я не знаю где в москве не принимали да но к примеру вот когда он стал или в тех соединенных штатах я думаю мы бы обиделись мы бы обиделись за то что там принимают с прострастенными объятиями оказывают такие пути человеку допускавшего антисемитские высказывания самое интересное ты будешь Марик удивлен но он никуда не ездил за границу дело же не в нем конкретном потому что он знал что его не примут дело не в конкретном господине я говорю что в случае такой ситуации если вы если будет откровение не такие что вот мол израильтян там отношения к палестинцам неправильно это многие говорят откровенно антисемитские высказывания по поводу евреев по поводу холокоста если будет политик с такими высказываниями его будут где-то принимать это я думаю будет для нас серьезным основанием для политических демаршей ну а мусульмане они граждане нашей страны это твое мнение это реплика обидел в общем представители определенной конфессии законных граждан нашей страны они могут уехать в те страны где они не будут убежаться а почему они должны уезжать они граждане нашей страны почему они должны уезжать нам в свое время говорили примерно то же самое а дэвид нам говорили в другой плохей стране и мы не считали это правильным и до сих пор не считаю да совершенно верно david я приведу цитату из выступления господина трампа где он говорит о мусульманх то есть не просто он говорит о том что нужно запретить въезд он сказал до тех пор пока те кто представляет страну не поймут что происходит и при этом он привёл следующие цифры следующие данные согласно На социологических опросах значительная часть мусульманского населения США испытывает ненависть к американцам. Около четверти опрошенных согласны, что насилие в отношении американцев является частью глобального джихада, а половина респондентов считает, что мусульмане Америки должны иметь право жить по законам шариата. В своем предложении Трамп прав или не прав? В предложении каком? В предложении не впускать в Америку мусульман до тех пор, пока те, от кого зависит принятие решений, не разберутся, почему половина граждан США из мусульманского населения хотят жить по законам шариата и считают себя частью глобального джихада. Мы в этой студии уже как-то обсуждали вопрос об исламе. Неоднократно. Я говорил о том, что ислам – это большая жилигия, в которой все есть. Там есть и ненависть, там есть и любовь. Сура такая, сура всякая. Я уже говорил о том, что вот этот вот знаменитый сон пророка Мухаммеда, когда он вознесся на седьмое небо, и там встретили Иисус и Моисей и сказали, «Ты тебе наш старший брат, ты будешь вести». Там дошла речь о старшем брате, не о враге, то есть и они его братья. Это тоже ислам, то есть в исламе можно найти много чего. К сожалению, сегодня главенствующий мейнстрим в исламе – это мейнстрим ненависти. Но это не означает, что все мусульмане, а их ведь полтора миллиарда в мире, что они все ненавидят евреев, ненавидят христиан. Поэтому сделать такого рода обобщение – это очень странно. Я думаю, что Трамп просто немножко ошибся. Он постоянно в последнее время делает какие-то такие вот очень провокационные заявления, которые привлекают к нему внимание и повышают его жизнь. Но это его стратегия. Да, в данном случае, по-видимому, он все-таки, он понимал, что, в общем-то, за него все равно мусульмане голосовать не будут, не голосуют республиканцев, ему голоса их как бы все равно не следят. Зато он может получить голоса христиан, которые запуганы, и голоса евреев. Причем, ну, деньги по отношению к евреям у него тоже есть, у Трампа свое по отношению, если вы помните, да, вот он совсем недавно стал достоянием общественности, как он сидел на одной встрече с евреями и сказал, вот я единственный, кто у вас деньги не просит. Это верно, кстати. Все остальные кандидаты... Фраза и фраза. Фраза и фраза, но тем не менее. То есть, он здесь перегнул палку, и поэтому в стране, в общем-то, даже которая находится в состоянии войны, но в которой политическая крепность, она является одной из главных азбучных истин взаимоотношений между людьми, и только вот это заявление было неосторожным, и оно ни к чему хорошему для Трампа не принято. Я все с трудом представляю, что если он выиграет эти выборы, как он будет иметь дело с арабскими странами, или ему придется просто потом извиняться и сказать, что мои слова вырвались из контекста, я не это совсем имел в виду, но в общем, это очень... Советники найдут формулировку. Да, очень проблематичное заявление. Или он сделает какие-то такие шаги, которые перекроют отрицательный эффект. У него будут возможности. Давай не будем за него решать, Марик. Да, вот именно. У меня к тебе вопрос вот какого плана. Может быть, я человек очень сентиментальный в некоторых вопросах, но свое заявление о запрете, предложении, вернее, о том, чтобы запретить на время въезжать мусульманам в Соединенные Штаты, Трамп сделан на церемонии памяти. Церемонии памяти имеются в виду день памяти, когда японцы разбомбили Перл-Харбор. 7 декабря. 7 декабря. Сделает он на... 71 года. Да, 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 совершенно верно. Сделал это заявление на американском авианосце в Каролине, так... Что символично. Что символично, несколько в другом контексте я тебя хотел спросить. Дело в том, что есть известные цифры, привязка к Перл-Харбору. За период с 7 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года американцы по американским законам имели право впустить по квотам в свою страну за этот период времени 208, если я не ошибаюсь, тысяч беженцев из стран оккупированных Германией, фашистской Германией. В основном, естественно, евреев. За все эти годы они пустили только немногим больше 20 тысяч. Скажи, пожалуйста, тогда у американцев не возникало вопросов, почему не пускают евреев? Почему это нормально? Почему сегодня, когда говорят о мусульманах, которые совершают теракты везде, и в Соединенных Штатах, и по всему миру, почему это не воспринимается... Почему, вернее, слова Трампа воспринимаются так осно? Может, он все-таки прав? Или американцы были правы и тогда, когда не пускали евреев? Вспомни знаменитое судно Сент-Луис, которое не пустили в Соединенные Штаты. Почти тысячи человек вернулись назад в Гамбург, и все погибли в лагерях. Почему американцы об этом не вспоминают? Значит, сложный вопрос. Не то, что сложный для меня, он однозначен, но он сложен вообще в историческом контексте. Для меня, конечно, то, что туда туда не пустили евреев, это вообще было жесточайшее преступление, которому, на мой взгляд, прощения нет. Могут с годами как-то нивелироваться, острота восприять, возможно, у новых поколений. Я понимаю, что на фоне 6 миллионов, какие-то 200 тысяч, это, ну, фигня, извини за слово. Нет, не фигня. Не фигня. Для американцев. Каждый человек человек, а все равно, ну листы, все равно тебе. Готов подписаться. Да, значит, но в то же время, не оправдывая происходящее, я все-таки понимаю, что мы все-таки смотрим на те события и те решения американцев с высоты морали и сегодняшнего дня. И, возможно, они тогда были иными. Другое было представление о патриотизме американском. Больше того, как мне известно, я не беру и сказать точность, но мне, так скажем так, в выработке подобных решений принимали участие и евреи, и американские, которые боялись объединения в двойную лояльность. Американские евреи не были президентами Соединенных Штатов. Они не были президентами, но они были общественной частью общественного мнения. Насколько я знаю, общественного мнения... И в текущем они не были даже советниками. Да, советниками они не были. Были общественные организации, которые выступали против этого. Они не возвысили свой голос в протест против принятия подобного решения. Возвысили, но их не услышали. И захотели услышать. Да, их не услышали, но недостаточно возвысили. Ну, неважно. Насколько я знаю, они боялись недоанной лояльности и вели себя более скромно, чем, на мой взгляд, от них требовала ситуация и обстановка. Они-то были граждане, что им грозило. Как бы то ни было, значит, то, что произошло в бухте Перел-Харбора, это страшная трагедия, и она наложила отпечаток на происходящее. И что тут говорить? Ну, то, что не пустили, то, как отнеслись, это было ужасно. И здесь вообще нет повода для дискуссии. Даже не знаю, зачем мы отвечаем на то, потому что настолько однозначно. Я хочу сказать о другом. Однозначно, почему по отношению евреев это было однозначно, да, не пускать, а в отношении мусульман можно поиграться. Трамп не прав. На мой взгляд, время другое. Если бы тогда вставил вопрос о мусульманах, то к ним бы отнеслись еще хуже, чем к евреям. А если бы сегодня вставил вопрос о евреях, то к ним отнеслись бы лучше, чем к мусульманам, я думаю. И дай Бог, чтобы вопрос достал. А такой вопрос стал, мы еще поговорим. Да, так, мне кажется. Но, да, ну я помню, как евреи от советской власти бежавшие, не важно. Не знаю, мне таково мое мнение. Мне кажется, что это вопрос до печаток времени накладывает. Я хочу сказать вот о том, о чем говорил Давид, мне это важно. 50% американцев, ты это вот так акцентировал, хотят жить по шариату. Ну, ты, значит, как говорится. А что, собственно, в этом плохого? Если их представление о жизни по шариату укладывается в пределах законодательства Соединенных Штатов, то что в этом плохого? Я абсолютно серьезно... Победение камнями укладывается? Победение камнями... Многоженство укладывается? Это то, что на поверхности лежит? Нет, не на поверхности. Это достаточно одиозные коннотации сегодняшнего времени. Значит, победение камнями и многоженство, они предполагались... Давид лучше меня знает эту тематику, эту материю, и в еврейской религии, скажем, то и другое. Я хочу сказать, я абсолютно светский человек. Я абсолютный антиклирикал. Не богоборец, а антиклирикал. Это разные вещи. Но при этом, если мне сказали, что какой-то пожилой еврей хочет собрать традиции и жить по Галахе, не нарушая советских законов или немецких законов, и кто-то бы ему не давал... У меня детство началось с того, что я помню, как дедушка молится в Талисе и Верволке перед открытым окном. Потом я узнала, что был 52-й год, и это был военный городок, и рядом жил особист. Если бы кто-то сказал, что человек хочет жить по Галахе, и он при этом не нарушает законы страны, где он живет, дай ему Бог здоровья, я буду первым, кто возвысит свой Господь от того, чтобы ему это запретили. Шариат, это в основном... Шариат и адат, это в основном, так сказать, бытовые какие-то вопросы. Кстати сказать, соблюдение кофрута. Ты уверен? Да, он предусматривает там хиджаб. Кстати, не только, я думаю, Давид лучше нас знает. Я думаю, что это вопрос взаимоотношений религиозных учителей данной конфессии с властями страны, где проживают эти люди. Если какие-то элементы, так называемые шариаты, не укладывают законодательству, безусловно, законы страны имеют приоритет по отношению к традиционным сборникам таких традиционных установок правовых. Но, если это не мешает законам, я вырос среди мусульман, я никогда не видел по этому поводу каких-то проблем. Нет, ты вырос в другое время, это было другие мусульмане, это было другое время, Советский Союз, там все было иначе. Друзья, спасибо за разговор, наше время уже, к сожалению, к великому, увы, подошло к концу. Единственное, вот как раз, Марик, отвечая на одну из твоих реплик, хочу сказать относительно евреев и вопросов. На американском телевидении уже задают вопросы, например, Джеффри Лорд такой на телеканале CNN, очень любят там евреев. Он задал следующий вопрос своему гостю, бывшему сотруднику администрации Рейгана. Если бы существовал еврейский террор, вы бы потребовали запретить выдачу виз евреям? Вот такие вопросы в наши времена. Что делать? Спасибо, всего доброго, до новых встреч.